Путь для разрешения кризиса на юго-востоке Украины не на поле боя, а за круглым столом. Одним из итогов стало налаживание прямого диалога между Киевом и Донецкой, Донецкой и Луганской республиками. Другой важный результат — создание рабочих подгрупп по конкретным вопросам мирного регулирования. Причем их встречи возможны не только в белорусской столице, но и в Донбассе. Никита Васильев о Минском прорыве. Конструктивный диалог вместо бессмысленных часов ожидания, как это не раз случалось во время предыдущих встреч. Расширение контактной группы вместо узкого формата. Переговоры по Украине сдвинулись с мертвой точки спустя почти три месяца после подписания февральских договоренностей. Уже к двум часам дня кортежи участников встречи проехали на подземную парковку президента отеля. И практически сразу же началась работа в трехстороннем формате. С участием экс-президента Украины Леонида Кучмы, представителя ОБСЕ Хайдит Ильевини и посла России по особым поручениям Азамата Кульмухаметова. Позже в конференц-зал на втором этаже отеля поднялись представители ДНР Денис Пушилин и ЛНР Владислав Дейнега. После пленарного заседания и небольшого перерыва участники встречи разделились на подгруппы. Их работу координировали представители ОБСЕ. Запускали рабочие группы по четыре направления. По безопасности, по политическим вопросам, по вопросам беженцев и внутреперемещенных лиц и гуманитарной помощи, и по экономическим вопросам и вопросам реабилитации. Встреча проходила за закрытыми дверями, длилась примерно четыре часа и носила больше ознакомительный характер. Но все участники переговоров остались довольны. История советских времена, когда любая международная встреча, которая проходила в Москве, то в газете «Правда», несмотря на ее результат, писали «Встреча прошла теплая и дружественная обстановка». У нас то же самое, но только у нас все «Правда», я говорю. Это, естественно, очень важное событие. И главное в том, что оно произошло на основе прямого диалога между представителями Киева, а также Донбасса и Луганска. Подгруппа по безопасности уже договорилась провести несколько встреч в районе линии разграничения. В рамках политической подгруппы обсуждали условия проведения выборов в республиках. Экономический блок включал вопросы о выплатах пособий, пенсии, а также восстановлении банковской сферы. Работа продолжится уже в ближайшее время. Намечены повестки дня, для следующего заседания определены даты. Это 14 числа одна группа, две группы 19 числа и последняя группа 22 числа. Участники переговоров выразили надежду, что нынешняя встреча позволит успокоить накалившуюся обстановку в Донбассе. Свершился, наверное, прорыв, которого давно очень ждали. С момента подписания комплекса мер 12 февраля начался диалог между непосредственно Украиной и представителями Донецка и Луганска. Это очень важно. Встречи в Минске проходят с сентября прошлого года. Именно тогда был разработан первый совместный меморандум. Но его положения постоянно нарушались и в первую очередь полностью так и не были остановлены боевые действия. Еще несколько встреч результатов не принесли. Украинская сторона несколько раз даже игнорировала переговоры. В итоге прорыв в отношениях наметился лишь после встречи нормандской четверки между Владимиром Путиным, Ангелой Меркель, Франсуа Ландом и Петром Порошенко. В феврале президентам удалось выработать новое соглашение, которое удовлетворило все стороны конфликта. И практически сразу же огонь был прекращен. Начался отвод тяжелого вооружения. Сегодня работа началась и над остальными частями меморандума. По словам Леонида Кучмы, если подгруппы не договорятся, придется обращаться в ООН с предложением ввести миротворцев. Никита Васильев, Виктор Мальцев, Александр Козликин. ТВ-центр. Минск. Беларусь.